как говорят блогеры домохозяйки здравствуйте мои дорогие сегодня вам покажу 4 рецепта салатных заправок для этого я взяла дофига всякой шняги и из этого всего я намешаю бурды шутки шутками но это происходит примерно так из чего состоят салатные заправки безусловно если вы хотите какое-то разнообразие у себя на столе у себя в тарелке безусловно вы должны иметь какие-то там элементарные вещи у себя в шкафчике у меня вот тут видите всяких бутылочек полным полно по ведь у меня полным полно всяких бутылочек потому что если я хочу удивить своих гостей себя или свою жену безусловно мы должны ну как-то под заморочиться нельзя просто взять полить маслом и съесть ну вернее можно но это не так вкусно и так все заправки делятся на определенные смысловые части первая часть это сладкие составляющие это может быть наршарап он густой и очень хорош подходит к заправкам это может быть мед у меня тут остатки были каштанового поэтому он тоже хорошо очень эмульгирует масло и кислоту и подходит но он очень ароматный мед сразу понятно что в заправке есть мед кто-то любит и использует значит в качестве составляющей сладкой можно использовать например ну вот у меня там вишневое пюре то есть это концентрированный процеженный вишневый сок очень плотный сладкий его тоже можно использовать для ягодных заправок вторая составляющая это масло конечно же я имею ввиду растительные у меня здесь кунжутная ароматная и жареного кунжута такое которое придает азиатским напев всем блюдам у меня здесь тыквенное масло которая очень полезная темная им знаете бывает даже на какой-нибудь белый крем суп хорошо польешь такие зеленые темные пятна красивые она полезная значит у меня есть вот здесь вот холодного отжима в такой странной бутылочки масло виноградной косточки ой вру масло миндальной косточки с датой тут со всеми делами это прямо это там ребята маслобойник сами жмут это совсем вкусное и очень полезное масло которое выжимают при тебе это оливковая extra virgin она основа основ может быть еще какой-нибудь там типа подсолнечная подсолнечная обычная я очень часто его использую потому что оливковая там портит вкус или мешает быть вкус дальше у меня идут какие-то плотные составляющие вкусовые это может быть горчица вы все прекрасно помните горчицу и мед да плюс масло плюс какая-то кислота это может быть арахисовая паста вот такая вот peanut butter арахисовое масло это вот такая вот густая паста которая может на себя собирать много чего и делать вкус ореховым ярким богатым это у меня просто копченая паприка она дает аромат и еще как плотную составляющую я очень часто использую томат и конечно же обязательно не обойтись нам без кислот кислота плюс острота это табаско это одна из моих любимых бутылочек это копченый табаско значит лимон без него никуда лимона мы поливаем все рыбу салаты просто так сверху масло бальзамический уксус но эту штуку конечно в россии знают все она продается везде бальзамический черный уксус уксус рисовый но так как я азиатка немножко увлекаюсь у меня всегда есть рисовый уксус я уже говорил что он мягче чем наш обычный вы можете использовать яблочный у меня он тоже там есть я даже не стал его добавлять и у меня еще есть вот такая экзотика это черный уксус китайский наверняка его купить не так просто это очень круто очень вкусный очень такой необычный уксус уксус и бывает малиновый уксус бывает смородиновый уксус бывает маракуйя еще только не делают уксус и и один из моих любимых кислотных ингредиентов это грейпфрут потому что сок грейпфрута он просто вот дает не только кислоту сладость но еще и горечь он очень богат сам по себе поэтому я рекомендую вам его использовать иногда пользуйтесь значит дальше как составляются салатные заправки но давайте начнем с первой я вот сюда отодвину сладкие ингредиенты сюда густые сюда масло томат значит для этой заправки мне понадобится терка что я делаю я разрезаю томат поперек и натираю его на терке на крупной томат сам по себе остается шкурка и выкидываем томат сам по себе очень вкусный овощ его нужно всего лишь поддержать по сути он недостаточно кислый хотя кислоты там даст вот так ну так знаете я чувствуется и кислота чувствуется но кислоты недостаточно поэтому я всегда к томату добавляю всегда табаско потому что во первых это уксус во вторых там чили перец несколько капель в зависимости от вашей любви к острому обязательно сюда оливковое масло оливкового масла не жалейте немножко копченой паприки прям вот краполек и чуть-чуть наршараба прям вот смотрите об каплю подчеркнуть сладость томатов теперь все это вместе я взбиваю томат видите начинает эмульгировать со сладостью оливковым маслом стабаско видите такой получается здесь и кусочки и что-то течет соль и вот эту заправку можно использовать знаете к салатом крупно рубленым томат крупными кусками огурец крупными кусками айсберг крупными кусками или нарван то есть нужно чтобы эта заправка на чем-то задерживалась если у хорошенечко помешать то она становится вот такой однородный блестящий красивой и и мы переливаем вот сюда кстати вот эту заправку можно сделать взять вкусного хлеба и просто макать смотреть телевизор это нереально вкусно вторая заправка это у нас давайте уведем в азиатский стиль потому что наверняка многие из вас там в голове крутят мол типа масло арахисовое масло но баттер имеется ввиду как сливочное масло да по консистенции а не по жирности думаю блин как же так что же с ним делать вот смотрите берете ложку она довольно густая я не знаю почему ее едят американские дети почему она продается практически во всех магазинах сюда нужно добавить по идее лайм но лайма нету поэтому я рекомендую всегда сюда добавлять грейпфрут ну то есть сок грейпфрут брызжит сока грейпфрута тут довольно много получается да прям масло нужно заставить стать жидким все мякоть вот так вот протирайте как давите сок пусть мякоть попадает заправку это прям круто это вкусно пальцем можно выскрести все что выскребается сюда все остальное в помойку теперь нужно это все размешать это не так просто это все брызгается и не хочет размешиваться сначала это пахнет конечно немножко отвратительно очень странный аромат грейпфрута и арахисовой пасты но это только лишь на первый взгляд вот смотрите что происходит паста уже почти вся разошлась видите превращается в однородную массу сюда нужно обязательно добавить масло миндальной косточки но его знаете постольку поскольку она как бы миндаль арахис очень похоже какой-нибудь ореховое масло да и обязательно кунжутная потому что кунжут на сразу уводит куда в азию правильно всего понемножку то есть здесь нет каких-то конкретных пропорций все это начинаем смешивать заправка получается довольно густая значит нужно понять чего нам захочется здесь еще а еще нам захочется лимона вот смотрите что происходит косточек сколько в этом маленьком лимоне грейпфрут недостаточно кислый он дал нам определенную характерную нотку но не нужно забывать что азия это кислые яркие острые сладкие ароматы поэтому сюда обязательно нужно добавить остроту в нашем случае это табаско значит если у вас есть там чили паста какая-нибудь обязательно добавляйте ее сюда эти соус становится все жиже и жиже нам нужно сделать так чтобы он стал еще немножко более жидкий обязательно в процессе пробуйте остроты мало кислоты мало поэтому больше табаско немножко сока лимона еще немного грейпфрута прям жмите его туда это я добавлю еще куда-нибудь грейпфрут сладкий вот почему не могу достичь того вкуса и немного еще кунжутного масла каплю соли черный перец здесь его нету вот здесь есть чили молотый ароматное масло ореховая потом паста арахисовая много кислоты цитрусовых разных чуток соли немножко чили перца острого у вас будет такой кисло сладко острый соус смотрите что произошло он превратился в жидкий майонез и вот этими заправками вы можете заправлять любой салат хоть и оливье кстати оливье можно было бы сделать в стиле надо подумать только как сделать скрабом там с креветочками со всякими такими штуками вот заправка готова ухты бамбалайо это офигительная заправка теперь я ее переливаю вот сюда смотрите какая напрям она подходит вообще для самых офигительных салатов например вы можете купить водоросли чука и заправить ее вот таким соусом это будет не хуже чем кунжутный который называется гомо дари следующая заправка медово-горчичная как вы поняли смысл медово-горчичной заправки во-первых в медово-горчичную заправку хорошо использовать каштановый мед объясню почему потому что у горчицы есть острота и горечь а каштановый мед горьковатый горчицу на ваше усмотрение вы можете использовать как зерно и зернеистую с зерном да можете использовать вот такой вот я честно признаться не очень люблю горчицу пол чайной ложки тут одна столовая ложка меда пол чайной ложки горчицы все это смешиваем я специально не даю каких-то конкретных данных потому что как только вы к ним прицепитесь начнется такое типа мол я приготовила по вашему рецепту заправка невкусная заправка вкусная просто вы должны сами ее придумать я вам даю всего лишь основы создания основы заправка ведения о как прикольно звучит значит сюда мы в горчично значит медовую здесь нужно добавить кислоту кислоту лучше всего добавлять или лимон или простой уксус ну так как и лимон я уже сегодня использовал поэтому вот буквально не полная чайная ложечка рисового уксуса рисовый уксус мягкий он не такой ядреный как наш обычный поэтому с ним можно аккуратно но найти чуть больше его до добавлять вот получается вот такая вот темная заправка красивая очень теперь сюда нужно добавить масло масло так как у нас заправка в итоге пошла получилось темно из-за темного меда я предлагаю миксануть оливковое масло плюс тыквенное тыквенное масло очень полезное и вкусное все тонкой струйкой льем помешиваем теперь сюда непременно нужно добавить оливковое масло вот смотрите основа этой заправки это масло все-таки если будет много горчицы и много меда заправка будет очень сладкая вам будет это неприятно такая заправка подходит очень хорошо к листовым салатом с рыбой с ростбифом к листовым салатом с креветками баранина нет жареная пареная рыба нет а кстати очень хорошо подойдет для копченой рыбы в кутке тоже подойдет но если в салате помимо листовой зелени утки есть еще какие-нибудь фрукты вот смотрите что происходит при наличии меда и горчицы с маслом смотрите какая она становится красивая такая эмульсия прям но это означает что масло маловато нужно еще немножко добавить и все-таки вот прям я чувствую душой что требуется добавить туда немножко лимона с лимонного сока все-таки я добавлю об но учтите очень важный элемент если вдруг у вас мед каштановой с горчинкой горчица с горчинкой то масло оливковое должно быть без горчинки иначе у вас будет горькая заправка даже мед ее не спасет и кислота значит смотрите вот она она идеальная она идеальная эмульсия какая должна быть и медово-горчичная заправка потом вы ее пробуете об лимон фреш немножко сюда кислоты не хватает но когда-нибудь однажды вы сделаете медово-горчичную заправку с каштановым медом и для вас мир поменяется я вам обещаю потому что оказывается меня с каштановым медом это просто другой космос какой-то вообще другой мир это марс мед медом а каштановый мед это конечно особая какая-то вообще текстура субстанция это круто все переливаю вот сюда смотрите какого она приятного цвета зеленоватого потому что здесь и тыквенное масло и оливковое мед который все это эмульгировал и все это держит на себе сок лимона который создает кислоту внутри этой заправки шикарно и четвертая заправка это как вы уже поняли ягодная сюда я буду использовать миндальное масло сюда я буду использовать копченую паприку сюда я буду использовать вишню наршарап и бальзамический уксус итак начинаем с вишни добавляем сюда вишневый концентрат добавляем сюда немного наршараба смотрите что я делаю хочу чтобы вы проследили за моей мысли все ингредиенты имеют схожий вкус вишня гранат и виноград они по вкусу очень очень похожи это бальзамический уксус я делаю все на глаз потому что я повар у меня есть некий опыт если у вас нет опыта вы должны сделать хотя бы один раз это для того чтобы вы поняли почему я добавляю понемногу всего сначала я должен сделать основу понять по вкусу меня все устраивает если да то тогда я добавляю туда масло это супер мне не хватает кислоты смотрите любая сладкая составляющая помогает эмульгировать жидкий уксус и жирное масло обязательно сюда нужно добавить соль для баланса вкуса даже несмотря на то что все-таки это сладкая заправка кисло-сладкая там должна быть соль там должен быть вкус обязательно копченая паприка копченая паприка там кто-то скажет типа у нас таких изысков нету знаете что я вам порекомендую вот что сделать не полениться однажды копченая паприка стоит копейки но относительно копейки но она не 1000 рублей стоит и не 500 даже имеет дешевле зайдите в интернет номер в москве в питере найдите где продается копченая паприка закажите себе не знаю в томск омск хабаровск не в хабаровске то часть там все нормально со специями с копченой паприкой но если вдруг вы не понимаете где взять закажите из москвы пусть вам ее привезут но потратить один раз сколько-то денег это закажите банку большой вам ее хватит на год будете добавлять кайфовать меня потом благодарить а каждый раз говорить у нас этого нету этого мы не едим это мы не это мы не можем блин ну к чему-то вы должны стремиться к чему-то я вас пытаюсь толкнуть копченая паприка здесь вишни и копченая паприка это прям это соус барбекю это соус барбекю поэтому здесь жидкий получается соус у вас такой с ароматом барбекю я сюда вливаю миндальное масло нет миндального влейте виноградной косточки нет виноградной косточки лейте и оливковое нет оливкового лейте значит льняное но льняное только нужно чтобы выжимка хорошая была свежая иначе у вас она будет горькая льняное миндального я лью не полный объем примерно столько же сколько у меня всех остальных ингредиентов потом стараюсь его тщательно перемешать можно использовать венчик чтобы масло завязалось соус нас получается красный смотрите видите как у красного цвета темно-бордового но сюда конечно стоит добавить чуть-чуть оливкового потому что оливкового все-таки конечно это основа основ всех заправок как ни крути за исключением азиатских некоторые люди используют специи вот я например использую но я всегда вам рекомендую обращать внимание знаете на что специи но нужно использовать мелкодисперсные вы можете добавить туда мускатного ореха да вы можете добавить туда мелко молотого в пыль кориандр или зиры но никогда не добавляйте туда какие-то лопухи типа там вот и для меня например всегда была загадкой зачем в заправку для салата с маслом добавляют вот эти вот рубленные лопухи итальянских трав в италии так не делают в италии добавляют свежие поэтому паприку копченую паприку кстати кстати если например у вас есть дача а на даче есть коптилка и муж рыбака и с удовольствием коптит если вы тот самый муж который коптит рыбу то вы можете закоптить паприку для своей любимой жены или для себя если вы готовите дома сами берете противень любой берете тарелку металлическую чашку главное чтобы это была плоская и большая емкость покупайте обычную паприку она продается во всех магазинах красную насыпаете вот так насыпаете разравниваете и отправляете в коптильню в холодную коптильню в смысле чтобы дым холодный был холодного копчения и паприка вот когда она будет лежать у вас на таком огромном подносе она в себя столько дыма возьмет я вас уверяю потом просто вы банку будете открывать у вас все в доме будет чувствовать что это копченая паприка а когда вы будете будете добавлять и щепотку туда щепотку сюда здесь на колбаску а сальца нарезали сальца налили себе рюмочку запотевший охлажденной прозрачной жидкости я хотят сказать сальца 1 1 копченой паприкой пил сало можно не коптить посмотрите какого она цвета это просто божественно это просто божественно и так вот четыре заправки еще раз вам напомню вот это вот томатная заправка на основе мякоти томата с оливковым маслом стабаско здесь соль перец потом вот здесь у меня азиатская была следующая на основе арахисовой пасты здесь у меня сок грейпфрута сок лимона кунжутное масло немного миндального масла ну вроде все если не помню отмотайте ролик назад медово-горчичная с тыквенным маслом и оливковым каштановый мед и горчица дижонская четвертая последняя заправочка это ягодная заправка это вишня наршарап бальзамический уксус копченая паприка оливковое и миндальное масло вот такие вот простые нехитрые заправки вы можете конечно же каждый ингредиент каким-то там маслом заменить чего-то куда-то перевернуть и так далее вместо такого уксуса возьмите яблочный вместо бальзамического возьмите крем разбавьте его с обычным уксусом будет у вас уксус обычный в общем здесь не нужно опираться на конкретные ингредиенты я вам рассказал схему а дальше вам решать да хотел сказать вам до свидания а да я забыл самое главное вот это все лучше майонеза но на но начните хотя бы чуть-чуть как-то жить с меньшим количеством майонеза что это такое везде майонез майонез все эти блогеры но не все блогеры но большая часть вот этих вот домохозяев майонезик майонезик и томатики смазал майонезиком все супер майонез тхимоза или во всяком случае делайте его своими руками я надеюсь вам это все понравилось я надеюсь и уверен что некоторые это используют у себя на кухне хочу вам сказать до свидания обязательно подписки лайки вы там все знаете короче это реально вкусно пока